Много ухода, мы уже перечислили их объектом. В первую очередь, конечно, это идут плодовые посадки, это идут огороды. Сейчас такая модная тенденция – декоративный огород. Мы сделаем декоративный огород, и вот так и все глаза горят. Красивые картинки просто из огородов посмотрели, кирпичные грядочки приподнятые, ровненькие там строчечки и так далее. Скажите, пожалуйста, как это на нашу рентальность ложится? Никак! Ну никак! Надо, чтобы грядка была метр шириной, чтобы она там была 10 метров длиной, а где я картошку сажать буду, а где у меня капуста будет, а как же я без инвиники и так далее. Ну то есть о каком малом уходе, я могу сказать, у меня есть один сад, где мы согласились на комплексное обслуживание полностью всех наслаждений, включая огород и теплицу. Огород с теплицей занимают одну сотку. По времени, в дневное посещение, это занимает 60%. Ну то есть это вот выше крыши. Плодовые и ягодные посадки, конечно, не так много, но опять же ожидания у клиентов. Я купил, я посадил, вы обрезали, вы тут профессионалы. Еще есть иллюзия, если за моим садом ухаживает профессионал, я ему плачу деньги, все должно быть как в интернете. И попробуй не добейся результата. Хотя это опять же о том, как мы с клиентами общаемся. Мы с клиентом недоволен до урожаем в огороде. Под глухим забором у нас огород как. Продолжение следует...